Если вы уже умеете выпаивать микросхемы и хотите научиться выпаивать, перепаивать микросхемы памяти, которые держатся уже на шарах, как их еще называют, BGA-чипы, тут уже требуется нижний нагреватель. Обязательно нижний нагреватель с контролем температуры. Сейчас я буду показывать, как выглядит мой нагреватель. Он должен быть вообще, по идее, инфракрасным, но у меня собран просто на галогеновой лампе. Когда мне необходимо перепаять какие-то процессоры, либо микросхемы памяти, я использую нижний нагреватель. Я его собрал сам. Вот такая штука на галогеновой лампе. Галогеновая лампа 100 Вт с термоконтролем. Вот это вот как раз и есть температурный датчик. Регулируется все вот таким регулятором. С Алиэкспресс заказывал давно уже, на 500 градусов у него максимальная температура. И также внизу стоит диммер. Он уже регулирует яркость лампы. Сейчас я его включу. Так, на видео не видно, 28 градусов сейчас температура. Сейчас я диммер добавлю. Можно регулировать накал. Лампы. И сейчас я покажу, как выпаиваются микросхемы с помощью данного нагревателя. Итак, есть у меня старенькая видеокарта. Сейчас я кладу ее на нагрев. Включаю максимально. Нагревать будет, нижний нагрев будет до 200 градусов. Пусть греется. Пока греется, расскажу, что на Алиэкспресс можно купить вот такую присоску. Когда микросхема хорошо прогреется, этим зажимом берется вот так эта микросхема и поднимается. Можно поднять пинцетом. Ну, допустим, вот эту микросхему можно поднять пинцетом. Вот здесь был процессор. Уже пинцетом поднимать ее будет проблематичнее. И поэтому такой вот присоской очень удобно поднимать. При условии, если микросхема не приклеена. Бывает такое, что еще приклеена. Отрывается с этими пятаками. И там уже веселее. Сейчас дойдет до 200 градусов. И лампа отключится. Это будет видно. 199, 200. Вот. Она отключилась. Это говорит о том, что плата прогрелась. Далее включаю фен. Температура 300. Перед тем, как включить фен, заливаю флюсом по краям. Включаю фен. Поддержка температуры всегда снизу 200 градусов. Можно выставить любую, какую вам удобнее. 100, 150. Если хотите, можно и 400. Но от 400 у вас там потом все поплавится. Флюс не очень. Это просто. Я показываю. Фон. 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 накатывать новые накатываются новые с помощью трафарета на каждую микросхему свой трафарет эта микросхема памяти здесь свой трафарет допустим здесь вот на процессор свой трафарет но бывало такое что на такую микросхему памяти я накатывал вручную просто по одному шару вложил это такой тонкий процесс но можно в принципе вручную долго но и такое бывает у меня допустим трафаретов нету под такую микросхему все никак не закажу далее предположим что у нас шары уже накатанные я не стал их накатывать как ее усадить на место микросхему вы выставляете ровно по тем рамкам по которым она должна стоять и опять включаю нижний нагрев жду пока наберет температуру в принципе там уже 150 градусов есть можно усаживать тех же 300 градусов все видно что микросхема просела вниз не давить не прижимать ничего не надо но она тут криво села потому что там шары неровно у меня были расположены она села криво но когда у вас все ровные шары ровная площадка она у вас сядет ровно чуть-чуть на шарах пошатали давить не надо на нее если вы надавите то все шары слипнутся она должна свободно на шарах вот так вот шататься и потом выключаете нагрев нижней и даете остынуть ей самой перед установкой микросхемы обязательно должна быть нижняя площадка очищена от припоя и тонким тонким слоем покрыта флюсом флюс используется жидкий антэч вот такой по правильному должна быть инфракрасная станция я не так часто меня микросхемы данного плана поэтому не хватает в принципе подогрева с галогеновой лампы